Так, что тут у нас? Разрешить пользователям создавать короткое видео из этого ролика? Что? Я этого не подписывал! Так, не будем тянуть резину, просто покажем, что мы на данный момент имеем. Зайдите на страницу видео через творческую студию и промотайте в самый низ данных об этом видео. Возможно, вы увидите эту новую и довольно пугающую опцию, которая просто-напросто называется «Создание коротких видео». Если вы отключите эту функцию, все короткие видео с вашим контентом будут удалены без возможности восстановления. Обратите внимание, что иногда снять флажок нельзя. Сейчас я попрошу вас о небольшой услуге. Пожалуйста, поделитесь этим видео. Не потому, что я хочу гарантировать успех этому видео, а потому, что я хочу как можно дальше распространить информацию о вещи, которая, кажется, появилась из ниоткуда и могла застать множество авторов врасплох. Мой первый вопрос к вам – видите ли вы это на вашем канале? Потому, что я хочу иметь представление о распространении, было ли опубликовано для всех в одно и то же время. Ведь если да, что меня реально раздражает, так это то, что пока другие авторы могут использовать мой контент для коротких видео. У меня у самого… Так и нет доступа к камере коротких видео. Вся еще просто шутка для ютюба. Всем привет, друзья, я Роб. Добро пожаловать на VidaIQ, где мы просвещаем вас на вашем ютюб-пути. Сегодняшний урок полностью посвящен вот этому, что бы то ни значило. Самыми простыми словами, это позволит другим авторам использовать ваши видео в их коротких видео. В принципе, я не имею ничего против, но… Этой опции не существовало еще неделю назад. И уж точно я бы не нажал на нее без полного понимания, что она делает. Именно так, ребята, это автоматическое согласие. Ютюб принял это решение за вас, так что вам придется вручную отключить эту функцию. И здесь все становится еще более раздражающим и даже страшнее. Здесь вы можете увидеть изменения, которые ютюб сделал в наших последних видео. Но если мы промотаем к самому первому видео VidaIQ в 2013 году, оно тоже автоматически подписано на эту функцию. На первый взгляд, насколько я могу судить, абсолютно каждое видео на ютюбе было автоматически включено в это разрешение на использование. К тому же, нет никакого очевидного способа отменить эту настройку. У VidaIQ больше 850 видео на канале. Нам что, реально придется вручную убирать эту калочку с каждого видео? Во-первых, хочу сказать вот что. На секунду, давайте отпустим мысли об авторских правах, защите вашего контента и монетизации. Ютюб, это не круто. Пожалуйста, не добавляйте таких опций, которые меняют статус наших видео и автоматически берут наше согласие на это без возможности запросто отменить это решение. Я извиняюсь, Ютюб, если я усугубляю ситуацию, возможно, я что-то пропустил. И заранее спасибо, если вы предоставите инструмент, чтобы автоматически отменить эти изменения наших видео. Когда вы добавляете такую опцию и ничего об этом не рассказываете, это расстраивает. Кстати, а что значит? Обратите внимание, что иногда снять флажок нельзя. Некоторые авторы будут насильно заставлены делиться своим контентом в коротких видео. Еще один вопрос без ответа. Более того, все это не совсем сходится с информацией, которой вы подразнили нас всего месяц назад. В посте блоки Ютюба о запуске коротких видео идея доступа к чужому контенту была упомянута. В следующие несколько месяцев мы запустим возможность использовать аудио других видео по всему Ютюбу, что включает в себя миллиарды видео по всему Ютюбу. Но разрешение на использование коротких видео просто упоминает части видео. Так все-таки только аудио или и видео тоже? В этот момент было бы очень круто, если бы я имел доступ к камере коротких видео, чтобы я мог сам поэкспериментировать. Это призыв ко всем авторам, у кого уже есть эта камера. Можете ли вы выбрать кусочки чужих видео и использовать их в ваших коротких видео? Моя догадка, что пока еще ни у кого нет доступа к этой функции. Они просто пока выпустили такую опцию и, кажется, немного облажались. Потому что все, в том числе и я, немного паникуют. Далее в этой статье Ютюб утверждает, что авторы могут отказаться. Но это теперь подтверждает то, что я думал изначально, авторы автоматически согласны. Как это лучше сказать? Не проси разрешения, проси прощения после. На этой странице поддержки рядом с разрешением я оставлю ссылочку в описании, дело немного прояснится. Если вы решите использовать аудио из чужого короткого видео, обладатель может удалить оригинальный контент или ограничить к нему доступ в любых других коротких видео в любой момент. Если это случится, все связанные короткие видео будут обеззвучены, станут доступными для просмотра только владельцам и будут удалены через 30 дней. Стоит учесть еще пару вещей. Здесь Ютюб говорит о том, чтобы использовать только аудио из чужого контента. Но это не значит, что Ютюб не может поменять свое мнение в будущем и разрешить авторам использовать не только аудио, но и визуальную составляющую. Сообщат ли нам, когда это произойдет? В этот раз не сказали. Хорошо, конечно, что вы как автор оригинального контента можете ограничить доступ другим авторам к вашим видео в любое время, если вы только в курсе этого обновления. Давайте немного переключим передачи и перейдем к дискуссии о вашем контенте, авторских правах и монетизации. Может ли Ютюб предлагать ваш контент другим авторам для использования на платформе? Я не юрист, но ответ кажется категоричное «да». Осознаете вы это или нет? Но когда вы подписались на Ютюб и создали свой канал, вы согласились на множество условий сотрудничества. И вот эти кажутся особенно важными в плане разрешения использования Ютюб-контента. Вы предоставили Ютюбу повсеместную и неэксклюзивную и свободную от авторских прав лицензию, которая к тому же может передаваться на использование вашего контента в рамках Ютюб-услуг, включая промоутирование и переиспользование сервиса. Повторюсь, я не юрист, но звучит так, будто Ютюб может делать всё, что угодно с вашим контентом. Причина, почему они пока не эксплуатируют ваш контент – в желании сохранить хорошие с вами отношения, чтобы вы продолжали использовать Ютюб. Но сразу под лицензией Ютюба размещена лицензия других пользователей. Вы также разрешаете каждому пользователю сервиса по всему миру неэксклюзивно и бесплатно иметь доступ к вашему контенту через платформу и использовать этот самый контент для переиздания, распространения, создания связанных видео, показывать и размещать их, но только так, как это позволяет платформа, например, в виде вставки или плейбэка. Плейбэки в этом случае могут значить, и скорее всего так и есть, короткие видео. На этом этапе мы, как авторы, должны помнить вот что. Мы все на арендованной территории Ютюб. А значит, на этой платформе Ютюб обладает вашим контентом и может делать с ним множество вещей. Если они решат изменить правила по щелчку пальцев, так тому и быть. Именно это они и сделали с этими разрешениями на использование. По этому поводу я не могу сказать ничего особенно против, потому что мы все подписались на это, когда начали наш канал и загрузили первое видео. Я не думаю, что Ютюб пытается ободрать нас как липку, когда дело дойдет до монетизации нашего контента на канале другого автора. Мы уже знаем, что короткие видео сами по себе пока не могут быть монетизированы. Но в будущем, когда авторы смогут использовать популярную музыку и ваш контент, Ютюбу придется найти способ, как угодить всем сторонам. Это возможно через деление прибыли. Вы, как оригинальный владелец контента, получаете небольшую часть. А автор, который использовал ваш контент и превратил это во что-то еще, тоже получает кусочек пирога монетизации. Или, когда автор использует чей-то контент на Ютюбе, они автоматически отказываются от монетизации, чтобы осадить людей, крадущих чужой контент и тут, и там. Это звучит сложно, но я в предвкушении найти ответы и поделиться ими со всеми вами. Однако я обеспокоен тем словом, которое я ранее упомянул – эксплуатация. В интересах самого Ютюба не эксплуатировать вас на платформе, потому что вы можете просто уйти на другую видеоплатформу – в ТикТок или Инстаграм. Но на Ютюбе всегда будут злодеи, которые захотят эксплуатировать ваш контент. А эти новые разрешения могут предоставить им дополнительную возможность. Платформы Ютюб уже массово эксплуатируются людьми, которые крадут контент с ТикТока и загружают на свои каналы. Даже не знаю, улучшит это или усугубит ситуацию. К сожалению, эти злодеи всегда находят лазейку. Я также обеспокоен осведомленностью об этих новых разрешениях. На счастье, теперь все вы в курсе дела, но наверняка есть миллионы авторов, которые ни сном, ни духом, что что-то случилось с их каналом. Представьте такой сценарий. Вы сделали видео пару лет назад, а затем вы просто листаете короткое видео и видите часть этого видео на чужом канале. Оно набрало миллионы просмотров. И вы просто, что вообще происходит? Как этому автору удалось это сделать? К тому же они сделали это легально просто потому, что вы не знали об этой новой галочке на вашем канале. Признаюсь, это лишь первая реакция, что-то вроде инстинктивного ответа на эти новости. Потому что я хотел выложить это видео как можно скорее. Я продолжу разбираться с этим вопросом. Я думаю, он будет довольно медленно разворачиваться весь 2021. И надеюсь, пожалуйста, YouTube, вам реально нужно дать более конкретную информацию, а не просто бросать что-то новенькое на наши страницы обработки и загрузки видео. Мы все сможем узнать больше об этой новой штуке на нашем YouTube-пути. Хорошего вам ютюберского дня! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok